Так, вроде пишет. Всем привет, с вами Улитий Улиткин и вы на реалити-шоу, на моем реалити-шоу. Это, так сказать, мой блог, да, меня зовут Улитий Улиткин. И это что-то вроде реальной жизни спасателя, реальной жизни спасателя, друзья. 2032 год на дворе, 2032 год на дворе, как вы понимаете. И я хочу вам показать на своем примере, как живут спасатели. В 2032 году мне никто не будет помогать. Это мой проект, чисто мой проект. Поэтому я, вы как все знаете прекрасно, я один из лучших журналистов в Трамбамбунде. И поэтому именно мне директор канала, да, естественно, все будет выходить на канале Банальное ТВ. Мне директор канала, так сказать, позволил, сказал, Улитий, ты как лучший наш журналист, ты должен сделать программу про спасателей. Я такой, да, конечно, босс, конечно, босс, я все сделаю. Вот такой вот мне выделили домик. Ну, не сказать, что шибко большой. Я на таком, что-то типа необитаемом острове. Ну, естественно, вокруг много островов. Это здесь моя, моя, так сказать, база. Моя, так сказать, база, да. Но здесь у меня есть все. Есть и покушать, могу себе сделать. Правда, бревна. Ну, к сожалению, к сожалению, приходится разводить костер, потому что тут нету почему-то. Не выделили. Мне главное, смотрите, мне не холодильник не выделили. Это мой шкаф. Вот так, кстати, я выгляжу. Вот так я приоделся. Хорош. Ну, я модный пацан, понимаете. Меня любят женщины, но, к сожалению, в ближайшее время мне придется жить без женщин. Но, ребята, только от вас зависит, будет ли выходить эта передача в будущем. Нам нужны рейтинги, да, понимаете. Нужны рейтинги, потому что в суровом будущем, да, для нас это настоящее. В 2032 году живо всего несколько каналов. Банальное ТВ, один из топов. Но никто не будет показывать мою передачу, если не будет рейтингов. Я думаю, что вы понимаете. Я думаю, что вы понимаете. Это у нас такой формат будет, если что, от первого лица. То есть, гоупросечка у меня на лбу. Вы будете видеть все, что я делаю. Все и как. Я буду принимать реальные вызовы. Буду, так сказать, реальные спасательные операции проводить. Здесь у меня есть карта. Здесь у меня есть бутылка пустая. Уже нет ее. А, нет, есть. Думал, я ее разбил. Ну, в общем, у меня есть все, что мне нужно. Все для хорошей жизни. Ну, ребята, все. Так, я про рейтинги так вам и не договорил. Нам нужны рейтинги. То есть, обязательно нужно поставить лайк, ребята. Если хотите, чтобы эта передача выходила чаще. Обязательно ставьте лайки. И не забывайте, не забывайте подписываться на канал. Посмотреть видосики. Чтобы, если вы хотите, чтобы выходила программа, вам нужно это сделать. Давайте-ка я вам покажу, какой у меня телеканал выдал лодочку. Честно говоря, честно говоря, не самый лучший экземпляр, не самый лучший вариант. Но, понимаете же, да? Так как это реально жизнь спасателей, здесь я за спасательные операции буду зарабатывать деньги. И смогу, смогу, так сказать, прокачивать. Либо покупать, приобретать новые, новые какие-то спасательные штуки. Спасательные штуки, назовем это так. Так как я дилетант в спасательстве, я терминов особо еще не знаю. Так, ладно, давайте-ка я вам продемонстрирую свою лодочку. Вот она, родимая. Вот такая вот лодочка. Такую лодочку выдал мне телеканал. Я еще ее, блин, ребята, не видел, грубо говоря. Я на ней еще не плавал. Мне как ее тут в гараж пригнали, так я в ней еще ничего не делал. Давайте разбираться вместе с вами. Как понимаете, реальная жизнь, все реально. Что у нас здесь есть? Так, ну, естественно, Тхротля. Тхротля. Старт Энджин. Хелм Контрол. Что такое Хелм Контрол? Надо будет узнать у инженера, что такое Хелм Контрол. Так, есть у нас кровать, кстати, прямо здесь у нас есть. Здесь мы можем поспать. То есть, если вдруг в открытом океане нам нужно поспать, мы сможем поспать. Есть, естественно, пассажирские места. Можем открыть заднюю дверь. Так, давайте-ка мы ее закроем назад. А, закрыть мы ее... Понял, надо самому... Вот так вот. Красиво. Задний магнит. Подождите, у нас тут есть кнопочка заднего магнита. Я ее нажал. Это, видимо, мы можем... Это, видимо, мы можем... Да, вот у нас сзади. Мы можем, если что, что-нибудь перевозить, если нам это понадобится. Так, опачки. Ладно, выключаем задний магнит. Давайте прокатимся на ней. Я думаю, что просто отхротля. И старт. Да, вот такая лодочка. Так, давайте-ка посмотрим от третьего лица. Благо у нас есть небольшой дрон, который позволяет нам осматривать наш... Нас от третьего лица. Мы можем видеть. У нас есть Position Light еще кнопочка. Вот так вот мы можем включить. Есть N Light. Но это... Я так понял. Ну, какой-то еще Light у нас есть. В общем, как-то так. Хорошо. Хорошо. Так, давайте мы, наверное, посмотрим... Я сейчас посмотрю в своем... Давайте мы остановимся. Посмотрю в своем планшете, какие у нас есть задания. Кому требуется помощь. Сейчас, ребят, я выберу какое-нибудь задание. И обязательно к вам вернусь. Я прям говорю, как настоящий интернет-блогер. Итак, друзья, я взял первое задание. У нас на карте уже отмечено на нашем GPS, куда нам нужно плыть. В общем, кто-то получил травму. Какой-то рыбак. Какой-то рыбак получил травму. И нам нужно доставить. Отставить, так сказать. Нам нужно доставить его в госпиталь. И этим мы сейчас и займемся. Ребята, первое дело. Первое дело у Литкина. В спасательных, так сказать, делах. Так, какая у нас максимальная скорость, кстати. Что-то я тут спидометра не вижу. Кстати, у нас engine throttle мы можем... Нет, ну это нужно на максимум. Все, на максималочке. Все, ребята, 2 километра. 2 километра нам еще идти. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, кстати, лодка, честно говоря, не самая лучшая. Может быть, появятся спонсоры для нашей передачи. Которые смогут предоставить более лучшие лодки. Более лучшие катера. Будем на это надеяться. Потому что, ну, во-первых, не очень быстрая, да. Во-вторых, не очень быстрая. Во-вторых, ну, как-то давайте вот опять от дрона посмотрим. Как-то она идет неровно. Мягко говоря, неровно. Поэтому, ребята, если есть какие-то люди, спонсоры, да. Какие-то компании инженерские, которые могут нам предоставить хорошую лодку. Хорошую, небольшую, практичную, удобную лодочку. Я буду рад. У Литкин будет рад. И я думаю, что наша телекомпания тоже будет рада. В общем, ребят, доберусь, доберусь до нашего пострадавшего. И я обязательно к вам вернусь. Итак, дорогие друзья, я уже достаточно близко к нашему пострадавшему. 200 метров осталось, как подсказывает мне мой GPS. Мы уже достаточно близко. Так, надеюсь, что там ничего серьезного. Нужно немножко скорость уже сбавлять. 100 метров. 100 метров, это уже близко. Так, все, давайте. 60 метров. Так, тихо, тихо, тихо. Я, на самом деле, блин, тут еще и обзор такой плохой в нашей лодочке. Так, вон он. Я вижу нашего пострадавшего. Так. Остановимся. Я могу остановиться вообще? Вроде да, вроде остановился. Так, пойдемте посмотрим, что здесь произошло. Эй! Что у вас случилось? Не слышит, наверное. Так, ладно, давайте. Прохладненькая водичка, прохладненькая пошла. Ой-ой-ой. Ох-ох-ох. Все в порядке. Так. Что у вас случилось? На меня напала рыба, я ее ловил, а она на меня напала. Вроде бы здесь хищные рыбы не водятся. А она меня укусила за руку, и у меня не останавливается кровотечение. Хорошо, сейчас быстренько перевяжем вам рану, я вас отвезу в госпиталь, там вам должны помочь. Поэтому не будем медлить, давайте-ка пройдемте-ка со мной. Так, все, погнали, мужик. Так, если что, с вами все в порядке, вроде бы с вами все в порядке. У вас нет глаза, но, наверное, так и было. Кстати, хорошая прическа, очень хорошая прическа. Мне очень нравится. А вы, мадам, вы просто прекрасны. Так, ладно, мужчина, пойдемте. Вода только холодная, аккуратно. Не простудитесь. Не простудитесь. Все, залезаем. Залезаем. Молодец человек. Молодец. Так, все, присаживайтесь. Ладно, давайте сюда внутрь, тут там прохладно. Так, давайте я вам помогу немножечко, немножечко вам помогу. Вы, кстати, блин, вы, кстати, достаточно тяжелый молодой человек. Такой упитанный. Ладно, все, хватит, хватит трындеть. Потому что нам пора в госпиталь. Все, пристегните, пристегните ремни. Идем в госпиталь. Вам помогут, не волнуйтесь. Это мое, кстати, а если что, программа называется Реальная жизнь спасателя. Смотрите про себя, про себя видео на канале Банальное ТВ. На канале Банальное ТВ. 2 июня должно выйти. Вот, поэтому ищите себя там. Ищите себя там. Надеюсь, что вам помо... Надеюсь, что вам не будет хуже после моего спасения. Я очень на это надеюсь. Все, ребят, мы подплываем. Ой, 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 немножко плохо. Немножко плохо я припарковался. Но в этом ничего страшного не так. Молодой человек. Пройдемте, пройдемте. Так. Давайте, я вам немножко помогу. Сейчас мы перепрыгнем здесь, я надеюсь. Немножко плохо припарковался. Но вы не обращайте внимания. Я просто первый раз за рулем данной лодки. Так. Все. Так, я надеюсь, что с лодкой ничего не произойдет. Так, пойдемте. Пойдемте. Давайте побыстрее даже. А то мало ли что у вас там с рукой, как-то зараза, еще туда залезет. Надеюсь, что все будет с вами хорошо. Если что, обязательно пишите... Пишите письма. Пишите письма после выпуска... После выхода в эфир этой серии. Обязательно пишите. Так. Давайте. Заходите. Здесь вам помогут. Все. Это что? 11 тысяч долларов? Вы мне даете 11 тысяч долларов? Спасибо вам большое. Спасибо. Это мне спасибо? Все. Все. Поправляйтесь. 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 Еще увидимся. Все. До свидания. До свидания. Так, все, ребята. 11 тысяч долларов. Видимо, какой-то... Блин. Не знал, что рыбаком сейчас в 2032 году. Достаточно прибыльно работать. Ну, хотя... Хотя, понятное дело. Хотя, понятное дело. Мало ли, что тут происходит. Я-то, блин, кроме своей журналистики ничего не видел. Поэтому вот и решился на такой, так сказать, эксперимент. Посмотреть, как вообще быть спасателем. Каково это? Какие ощущения? В общем, ребята. Сейчас я доплыву до дома. И, так сказать, включусь. Включусь обратно. Включусь в эфир. Итак, друзья. Ну, все. Уже вечереет. Пора. Пора ложиться спать. Я думаю, что первый день. Первый день, по-моему, прошел очень даже неплохо. Выполнили задание. Спасли человека. Что еще может быть лучше для спасателя? В общем, ребята. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Да. На канал Банальные ТВ. Ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше вероятность, что шоу будет жить. Что сериал будет продолжаться. Обязательно пишите какие-то свои комментарии. Вы можете быть также со-авторами сценария. Если можно так выразиться. То есть, вы можете подкидывать какие-то идейки. И, возможно, наши сценаристы возьмут ваши идеи и воплотят в жизнь в нашем сериале. Вот. Если все это будет соблюдено. То есть, подписочка, лайки, комментарии. Тогда новая серия по реальной жизни спасателя не заставит себя долго ждать. Ну, а я ложусь в кровать. Я ложусь в кровать. И потихонечку, потихонечку засыпаю. Все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok